Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Экономика Карелии – не что иное, как отражение российских и мировых тенденций. Так утверждают чиновники. Мол, не нужна стране и миру бумага, вот и в Карелии спад. Из рук карельских налоговиков ушел крупнейший плательщик Костомукшский горнообогатительный комбинат. Теперь промышленный гигант платит деньги в бюджет Вологды. Но и там, оказывается, не все так просто. Только ГОК за полгода заработал 6 миллиардов рублей, которые не видим ни мы, ни, очевидно, Вологодская область. Потому что губернатор Вологодской области жалуется тоже, что, так сказать, с моментом вхождения в консолидированную группу налогоплательщиков, ГОК и там не платит ничего. Карельский окатыш нам больше не платит. Отныне бюджета образующим стал налог на доходы физических лиц, а налог на прибыль перестал быть основным. Объем налога на прибыль за первые полугодия только по этому показателю сократился на полтора миллиарда рублей. И вряд ли налоги горожан смогут компенсировать потери республиканской казны. Особое опасение у губернатора вызывает судьба надвоицкого алюминиевого завода. Нужно подстраховаться и разработать альтернативный проект для отступления в случае краха. Что же сегодня разрабатывать в альтернативу действующему производству? От частного к общему бюджет Карелии в первом полугодии 2013 года выглядит так, в дефиците 2,7 миллиарда рублей. Предполагается, что к концу года бюджет Карелии будет выглядеть следующим образом. Александр Гнетнев, Александр Борисов, телеканал Ника+. Кто-то где-то просчитался, речь вновь идет о бюджетных средствах. В Петрозаводске встало строительство ледового дворца в пойме реки Неглинка. Напомним, оно финансировалось из городского, республиканского и федерального бюджетов. На определенном этапе оплаты произошел сбой. В городской мэрии во всем винят федералов. Где-то в пути застряли 150 миллионов рублей, обещанные Минспортом. В результате строительной компании пришлось приостановить стройку. Судебные приставы больше не будут защищать Левашовский бульвар. Городской суд отменил обеспечительные меры, которые не позволяли застройщику вести какие-либо работы в этом квартале. Но у защитников бульвара есть еще надежда. Обеспечительные меры, ранее установленные судом, оказались не единственным механизмом защиты. Согласно действующему законодательству, компания «Промжилстрой» по-прежнему не имеет права начинать строительные работы, уверены общественники. Строить они там не могут, потому что у них нет разрешения. Разрешение они получат только когда они представят проект застройки этого квартала, и который пройдет экспертизу историко-культурную и получит положительное заключение. Зная недобросовестность застройщика, которую он доказывал много раз, мы ждем всего чего угодно. На судебном заседании общественники получили неожиданную поддержку со стороны чиновников мэрии, которые впервые за несколько лет встали на сторону горожан и выступили против отмены обеспечительных мер. Сегодня городской суд вернулся к рассмотрению объединенного гражданского дела по искам Петрозаводчан и городского прокурора. Иными словами, речь идет о Невском пассаже. Интересно, что по прошествии времени некоторые жители перестали настаивать на сносе пристройки. Мнения жильцов дома номер 30 по проспекту Невского разделились. Часть из них по-прежнему настаивает на том, чтобы пристройку к их дому Невский пассаж снесли и дали им спокойно распоряжаться придомовой землей. Часть предлагает провести еще одну, третью судебную строительную экспертизу. Снос пристройки даже частичный, то есть наземной части, может повлечь негативные последствия для конструкции самого жилого дома и теоретически, вплоть до разрушения этих конструкций, и самые печальные последствия могут быть. Ошибка эксперта, считают некоторые жильцы пятиэтажки, может стоить им жизни. Таким образом, сегодня интересы ответчиков и истцов в какой-то мере совпали. Я считаю, что можно в любой стадии процесса решить вопрос мирным путем. Просто существует определенная категория людей, не больше, наверное, 50 человек, которые принципиально хотят оказать смогу новым, что они в любом случае будут правы. Я считаю, что в данном процессе решение вопроса будет только по экспертизам. Ходатайство о повторной экспертизе суд рассмотрит в ближайшие дни. Анастасия Мячина, Максим Шумейко, телеканал НЕКО+. Возможно, скоро на карте Карелии появится новый населенный пункт. На месте исчезнувшей деревни Ерошкина-Сельга. Недалеко от деревянного началось строительство загородного поселка. Будущим жильцам здесь обещают максимальный комфорт. Все коммуникации будут подведены, а дома построены по финским технологиям. И все это в непосредственной близости от Петрозаводска, всего в 26 километрах. Когда-то здесь была старинная карельская деревня Ерошкина-Сельга. Сейчас ее ждет возрождение. Рабочие уже отсыпали новую дорогу и перешли к закладке первой очереди строительства. Это не отдельно стоящие дома. Это комплексная жилая застройка, которая разрабатывалась по проекту финских архитекторов. Здесь будет 250 домов. Они будут выделены участками. Шесть всего будет участков. И в каждой зоне будет сохранена зеленая зона. То есть будет выделен парк. Также будет детский сад, школа, магазины. Все дома, которые появятся в Ерошкиной-Сельге, произведены на заводе в Финляндии. Партнером выступила компания Самметалла. На рынке строительства они работают более 30 лет. И не понаслышке знают, как бороться с капризами северной погоды. Дома построены из экологически чистых материалов. Они теплые, светлые и комфортные. Они полностью приспособлены к погоде в Карелии. Дома будут строиться по типовым проектам. Но у заказчика есть возможность вносить свои коррективы в планировку. Или, например, в отделку фасада. Весной первые дома будут сданы в эксплуатацию. Застройщик обещает, у новоселов будет все, что нужно для комфортной жизни. У нас в каждом загородном доме будет вся коммуникация выведена внутри. Это значит, что свет, канализация, электричество, тепло, вода. Старт продажи домов уже объявлен. Сейчас действует специальная цена от 29 тысяч рублей за квадратный метр. То есть загородный дом со всеми коммуникациями и земельным участком можно купить по цене квартиры в Петрозаводске. При этом действует система рассрочки платежей и ипотека. И это все новости к этому часу. Я, Марина Коботюк, с вами прощаюсь. Берегите себя. Читайте в свежем номере еженедельника ТВР Панорама. Успеть за 20 минут по силам лекарельской скорой помощи выполнить новые федеральные требования. Как князь Демьян, с Луной растерялись. Главные звезды фестиваля «Воздух» дали интервью ТВР Панораме. Швейцарские часы едут в Ляскеле. Итоги розыгрыша призов среди подписчиков. Все это и многое другое ищите в свежем номере еженедельника ТВР Панорама.